Этот дом на Халтурино построили еще в позапрошлом веке, а в прошлом сделали последний капитальный ремонт. Здесь 16 квартир. Жители в прямом смысле боятся возвращаться с работы. Ольга Гребенщикова живет здесь больше 25 лет. Рассказывает, крыша течет, проваливается пол. Были случаи, когда люди травмировались. А этой зимой в доме ввалился подвал. И теперь жители активно просят разные организации решить их проблему с ремонтом. У нас вода появилась в подвале по колено. Убила там бомжа, так сказать. Ну и с тех пор вот эти проблемы начались. А то, что все у нас прогнившее там, вот эти все балки, дом 19 века постройки, но сейчас 21 век. Внутри дома обшарпанные стены, дыры под ногами. Эта воронка все больше, больше и больше. То есть получается, у меня кровать стоит на брусках. Почему? Потому что она вот так вот. Я сплю, как бы постоянно. Сейчас мне опять бруски нужно будет подставлять. Почему? Потому что опять у меня кровать идет на скат. Для того, чтобы дом отремонтировали или снесли, нужна оценка экспертов. Так как пока аварийным его не признали. Работать здесь может только специализированная компания. Если же конструкции здания находятся в аварийном состоянии, то эксплуатация данных конструкций и здания в целом является небезопасным для здоровья как людей проживающих, так и возможно окружающих людей. Поэтому необходимо выполнить обследование, разработать комплекс мероприятий противоаварийных, либо совершенно прекратить эксплуатацию этого здания. Провести экспертизу можно только после того, как у жильцов на руках будет технический паспорт здания. Как нам пояснили в фирме по обследованию домов, для этого людям нужно обратиться в управляющую компанию. Александр Гаврилов, Артур Рощупкин, АСТВ